Андрей Богасян, рефери этого поединка, дал заключительное наставление бойцам, но и в лучших традициях финалов чемпионата России. Кузбасс против Республики Дагестан. Два этих спортсмена дошли до финала, несмотря на то, что весовая категория до 67 килограммов является одной из самых конкурентов. Кирилл Хомутов представляет Кузбасс. В данный момент живет и тренируется в городе Паракопьевске под руководством Виталия Викторовича. И, конечно же, Миллера, этого человека, который воспитал не одну плеяду выдающихся тай и кикбоксеров нашей страны. Ох, и сразу пошла такая работа, очень острая на ближней и средней дистанции. Конечно же, Кирилл Хомутов тренируется в зале, где тренируются Артем Вахитов, Дмитрий Меншиков, Алексей Ульянов. Ну и, соответственно, конечно же, это определенный, не то, что определенный, это просто уровень. Сразу подбирает инициативу в свою сторону, пытается забрать Кирилл Хомутов. Идет вперед, работает. Ой-ой-ой-ой. Врывается в клинче и пошла работа в клинче. При этом в прошлом году одержал победу на турнире, профессиональном турнире по тайскому боксу. Фэкторе Муай-Тай, который проходил в городе Кемерово, провел там несколько поединков и получил пояс этой организации. Имел право также он побороться за пояс RCC Firefight по профессиональному кикбоксингу, где в финале тогда уступил Кемрану Набате в очень плотном конкурентном бою, конечно же. Но при этом смотрите, насколько Махмуд Мерзабеков сейчас оказывает плотную, такую серьезную конкуренцию. Молодой спортсмен, не так давно пришедший во взрослый возраст здесь работать, но при этом Мерзабеков на стадии полуфинала одержал победу над очень сильным бойцом Савелием Дорогавцевым, который считался одним из фаворитов этой весовой категории. И мы видим, что Махмуд Мерзабеков в полон настроек тому, чтобы стать чемпионом в этой весовой категории. Темп запредельный, хорошо забрасывает там дальнюю ногу Мерзабеков, тут же попадает в клинч, сразу Хамутов старается так оттянуть немножко своего соперника для того, чтобы пробить удар локтем, но рефери вовремя вмешивается. Слышим мы, насколько болельщики хорошо поддерживают своих спортсменов. Правой на правую бросали там ребята. Ох, хорошо дальней ногой попал сейчас Мерзабеков на выходе. Хамутов наслаивает темп, при этом сам здорово пропустил сейчас через руку. Держит все Кирилл Хамутов. Это очень стойкий, очень такой разнообразный боец, который на протяжении всего поединка будет стараться идти вперед и оказывать давление. Плотный, очень плотный первый раунд. Плотный, перестаиваешь, перестаиваешь, не перестаиваешь. Понял? Плотный, перестаиваешь. Не отключайся, вообще не отключайся. Показывали нам сейчас угол Кирилла Хомутова, Анатолий Ситников и Андрей Бусыгин. Тренерский штаб сегодня в углу у Кирилла Хомутова. Ну и просили они его не застаиваться и быть внимательным. Со счетом 10-9 первый раунд уходит в пользу спортсмена из красного угла. Сразу приступает к работе ребята. С двойки идет вперед Хомутов. Хорошие удары руками он показывает. При этом смотрите, как здорово отрабатывает Мерзобеков на контратаках. Снова начинает немножко тянуть на себя. Мерзобеков очень качественно умеет работать вторым номером. При этом тот второй номер, который не отпускает ни на секундочку своего соперника. И постоянно сразу же контратакует. Мидл с дальней руки. Попытался зайти с двойки там Мерзобеков, но не точно. Снова размен боковыми ударами ногами на средней дистанции. Мерзобеков хорошо попадает лоу-кик с дальней ноги. Клинч. Поднимаются снова спортсмены. Опять попытка бэкфиста от Мерзобекова, но не точно. Там Хомутов держал руки на месте. Но при этом Кирилл постоянно-постоянно бомбит боковыми ударами. Отличный джеб от Хомутова. Попытка от Махмуда проатаковать джебом, но не точно. А вот Хомутов здорово попадает двойкой. А теперь уже двойка в ответе здесь от Мерзобекова. Ох, какая отличная скрутка, но там не успел проатаковать к аренам Хомутов. Хотя вывел соперника на очень хорошую позицию. Ох, там мидл залетает уже от Мерзобекова. И снова правая рука, левая нога от Махмуда. Много средней дистанции здесь. Ох, апперкот слева залетает от Хомутова. Поточнее выглядит он сейчас в первой половине второго раунда. И именно поточнее выглядит на средней дистанции. Вот в этих разменах на руках. Хайкейк. Очень опасный хайкейк. Его Мерзобеков бить умеет. И показал он уже на этом чемпионате, что попадает им очень плотно. На входе работает Хомутов. Тут же забирает клинч. Не успевают спортсмены обменяться коленями. Вовремя вмешивается рефери. На контратаке здорово попадает Мерзобеков. Но мне кажется, этого будет недостаточно, чтобы забрать раунд. Работа в клинче снова начинается. И при этом темп держат спортсмены колоссальный. Но здесь будет очень важно, у кого, как говорится, больше функциональной выносливости. У кого больше бензобак. Плотный лоу-кик попадает Хомутов. Кирилл умеет наращивать от раунда к раунду. Снова начинает атаку за атакой. Он наслаивает. Левый боковой залетает от Хомутова. Не дотянулся к коленам, но попытка была великолепная. Мощный второй раунд. В первую очередь, наверное, больше для Кирилла Хомутова. Она ждет заключительная трехминутка. Падаешь, падаешь. Нельзя падать. Просто так. Два будет, два будет. Движи, 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 движи. Хорошо. Это раунд, пожалуйста. Хорошо. Первый, что я там? Первый, не отдал. Пойди, держись. Заслуженный тренер России Ибрагим Хидиров и Ахмед Алиханов сейчас помогают в углу Махмуду Мирзабекову. И третий раунд финального поединка весовой категории до 67 килограммов подсказывали здесь своему спортсмену не перестаивать, больше работать, терпеть. Видно было по глазам, что так подустал все-таки Махмуд Мирзабеков. Но это и не удивительно, потому что темп в этом поединке колоссальный. Хорошую двойку пробивает Мирзабеков, попытался еще раз забросить, но там на чеку Кирилл Хомутов. Кирилл Хомутов так в режиме Хищника начинает давить первым номером, больше работает Хомутов. Где-то, наверное, почетче и поострее он на средней дистанции сейчас в начале третьего раунда. Завязались спортсмены в клинче, но какой-то длительной работы здесь не показали. И рефери разводит спортсменов. Попытка хайкика от Хомутова на чеку здесь Мирзабеков оттянулся. Плотный, плотный и мидлкик слева пробивает Хомутов. Тут же лоу-кик под переднюю ногу. Мирзабеков защищается, но при этом сам пока много ударов на контратаках не выбрасывает. Попытка хайкика, но не точно куда-то в руки улетает этот удар от Махмуда. Еще один удар коленом здесь блокирует Кирилл Хомутов. Снова залетает в боковой от Хомутова и тут же плотный правый лоу-кик. В этом поединке вообще очень здорово работает Хомутов вот этим правым лоу-киком. Коротко, очень жестко и плотно. Еще один мидлкик удар справа. Попытка удара коленом, но это была просто потеря равновесия. Попытка удара с развороту здесь от Махмуда Мирзабекова. Чувствуется, что сейчас где-то немножко посвежее выглядит, наверное, представитель Кузбасса. Больше он давит вперед, чаще перекрывается. Снова рука-нога и очень здорово попадает сейчас Хомутов левой ногой под переднюю ногу своего соперника. А тут уже и Махмуд сам контратаковал. Атаковал. Пошла заключительная минута. Отличный мидл попадает Хомутов. Тут же начинает звинчивать темп. Такое ощущение, что немножко в третьем раунде передышивает пока своего соперника здесь Кирилл Хомутов. Немножко сбавил темп Мирзабеков. Махмуд выбрасывает удары, но не так много и не так остро, что самое главное, как в предыдущих раундах. Концовка меньше 30 секунд остается. Начинает звинчивать темп Хомутов. А ему есть еще с чего прибавлять. Пропускает справа, но не останавливает это Хомутова. Попытка от Мирзабекова-Окти в разрез. Махмуд продолжает видеть и старается все-таки где-то плотным ударом встретить соперника. При этом, ох, какой удар коленом. Там попадает Хомутов, но и так уже начинает, откровенно говоря, забирать конкретно концовку третьего раунда. Поприветствовали спортсмены друг друга и мы ожидаем судейского решения. Курман! 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 Чемпионом России весовой категории 67 килограмм среди мужчин становится Кирилл Хомутов. Гемеровская область, Кузбасс!